Цены на молочку в Ненецком округе зафиксируют. Такое заявление прозвучало сегодня на круглом столе региональная политика в сфере АПК. Если магазин нарушит это правило, он немедленно лишится права на торговлю ненецким молоком. Когда появится дешевая молочка и сколько это будет стоить окружному бюджету, узнал Дмитрий Щепанов. Уже 1 июля на Ринмарцев ждет сюрприз – фиксация цен на молочную продукцию. В розницу нельзя будет продавать сметану, сливки, масло, молоко, кефир, бифидок, снежок и йогурт по цене выше установленной. Это коснется только продукции ненецкой агропромышленной компании. Однако остальные поставщики подтянутся, уверены в управлении АПК и торговли. Поставщики другой продукции вынуждены будут тоже фиксировать свои цены, снижать их и так далее. И, безусловно, прежде всего это то, что мы в наше молочное животноводство именно вводим стимул на увеличение производства молочной продукции. Таким образом, молоко в магазинах будет стоить не более 50 рублей за литр. Еще 100 будет получать ненецкая агропромышленная компания. Предельная цена масла составит 400 рублей за килограмм, а 2500 доплатит бюджет. Сметаны и сливки будут стоить 200 и 250 рублей. Остальное покроют налогоплательщики. За нарушение установленной цены магазинам и розничным сетям грозит немедленное расторжение договора. С 1 июля прошлого года мы реализуем по цене его 43 рубля в торговлю. Торговлю отделает накрутку и больше 50 рублей никто его продать не может. Если факты есть, мы обязаны сразу подогровать закупку и кратить опросы. Осталось привести в соответствие цены для бюджетных организаций. В дополнение к субсидированию розницы нужно добавлять такую же сумму для закупок молочки в детские сады и школы. Иначе для Ненинской АПК такие поставки станут бессмысленными. Придется либо поднимать цену, либо недополучать выручку. Вопрос сегодня решается. Мы молоко продаем в городе 50 рублей, а в садике 90 рублей. Если бюджет не попадает, мы с садики и школы обеспечивать тогда не будем. Мы прерываем это все контракты. В ответ на эту реплику депутат Александр Лутовинов поинтересовался, можно ли сократить издержки бюджета. В сельское хозяйство вкладываются огромные суммы. Идет строительство новых ферм и обновление оборудования. Есть ли смысл в этих тратах? Будет ли снижаться себестоимость продукции? Ответил Сергей Киселев. Он пояснил, что молочное животноводство в округе – вопрос не экономический, а социальный. И ждать прорыва к рентабельности производства не приходится. При ферме в 50 голов этого невозможно. Мы там будем иметь самую современную автоматику. Остается уповать на эффективную поддержку сельского хозяйства со стороны окружных властей. Ведь теперь эта отрасль не зависит от Архангельска. Все полномочия переданы в Ненецкий округ.